всем здравствуйте кто смотрел мое прошлое видео знают что я доделал погрузчик на низкой раме у которого кардан идет внутри рамы испытал его и очень выявились некоторые недостатки но сейчас расскажу про основной недостаток это вот загнулась педаль сцепления на предыдущих погрузчиках я делал на тягах и педаль хорошо все работал дел примерно так же в этот раз сделал на тросу но вроде как поначалу все легко нажималась а потом она что-то как-то туго стало непонятно надо полик снятия разобраться ну вот решим эту проблему вторая такая сложная проблема наверно не проблема это вот это место вот этот цилиндр начал доставать вот досюда я гидравлику подцепил только когда уже это все покрасил собрал и вот выявилось что она задевает когда он в гараже еще был из-за того что здесь потолок не сильно высокий я подымал до него далеко еще было а на улице уже когда поднял до самого упора но она там прямо вот чуть-чуть остается и она начинает задевать и когда давит начинает отсюда брызгать тут все облилось маслом вот этот сейчас обойду вот этот уголок надо поменять поставить вот такой вот он ниже и как бы должен проходить там я так думаю еще два таких незначительных недостатка это вот я поставил два замедлителя они в одну страну хорошо продувается в обратную там маленькая дырочка такая вот на опускание стрелы еще нормально она нужна а вот на ковш мне после привет когда предыдущие дел погрузчики многие написали типа надо поставить но я вот поставил и это но он тут лишний он не нужен потому что ну сильно медленно ковш двигается вот надо убрать его отсюда и надо поменять местами чтобы это был на ковш это час на стрелу а тот на ковш потому что удобнее вот этой рукой как бы это ковш вначале ну вот четыре таких это не проблема конечно недостатка выявились сейчас начну со сцепления надо снять полик и там разобраться что случилось эту педали я как бы там из-за того что идет рулевая рейка выгнал так но другой как бы и вот надо посмотреть там где она загнулась ну и почему полик я снял но также колонку рейку открутил ну вроде тут ничего такого нету я думал здесь она прорезала где-нибудь по железу сильно шоркается но нет тут все нормально я так думаю внутри трасса там наверное это пластмассовая трубка идет и тут изгиб ее хорошие и наверное она прорезала внутри ее но я думаю надо смазать хорошо и попытаться переделать выжимной сейчас покажу выжимной здесь стоит от классики а у девятки там диаметр меньше ну и как бы тут у классики площадь больше она давит больше площади а если бы меньше было рычаг бы в общем легче бы давилась если было меньше диаметром вот сейчас думаю попробовать переделать получится нет не знаю сейчас надо все снять вот это насос и сцепление сцепление я снял вот это с классики выжимной у него вон какой диаметр а у девятки вот такая узенькая и вот если сюда вот ну если на край давить это намного легче чем вот такой площадью давить вот я думаю тут место есть просто второй поставить сейчас разберу вот эту железку сниму с него он хороший чуть ли не новый наверно я его на разборке взял и просто сюда поставлю вот не знаю только единственное может быть придется втулочку какую-то сделать под него посмотрим сейчас разберем подшипник я разобрал и сделал вот такую-то втулочку она тут конечно маленько болтается но думаю пойдет сюда вот так встает как бы теперь два подшипника будет это крутится этот они нормально сейчас все на место соберемление установил вот с этим выжимным нажимал в общем сейчас легко нажимается но внутри трасса что-то шоркается надо сейчас вот здесь она затянута вот там гайками ослабить развернуть его маленько и как-то его полный надо смазки забить но сейчас буду этим заниматься солидол туда в тросик маленько натолкал сколько смог но вытаскивал трос сюда потом с той стороны также и также потом масло налил сейчас все свободно ходят вот она рукой нажимается сейчас надо просто педаль выпрямить и все она теперь уже точно не согнется то легко нажимается и не скребет уже там так как я тросик развернул сейчас надо выпрямить педаль и все собрать двигатель на место поставить полик сейчас этим займемся примем полик поставил легко нажимается совсем легко здесь свободно все крутится сейчас вот скорость включена сейчас будем двигатель стоит до насос двигатель я все закрепил насос тоже очень с осыплением я вопрос решил все легко нажимается вот очень легко сейчас должно все работать ну и сейчас надо заниматься гидравликой но прежде чем все это откручивать надо съездить в город и купить вот хочу вот такой рукав купить 180 сантиметров чтобы он был без это без шва здесь а и вот этот нет вот этот поменять его можно короче смотрел на видео как поднимается и то что 20 сантиметров можно короче он 140 можно поставить 120 и надо будет купить вот такой вот уголок чтоб его поставить сюда вот этот цилиндр это надо вначале в город что тут он когда открою чтоб масло один раз столько вылилось чтобы вытирать один раз и заодно как раз эти поменяем местами чтобы это было на стрелу а это на ковш в это сейчас увидите в город я съездил два рукава один метровый 1 метр восемьдесят у померил оказалось не метр сорока метр двадцать этот короткий который метровый купил и два уголка но единственное они ну такие большие в двух местах спросил только такие у них а этот вот меньше вот ну хочу поменять его этот сюда поставить а этот уже сюда чтобы досюда не доставал ну тут как бы поменьше и здесь гараже проверить не получится что потолок до потолка быстро достает но сейчас буду перекручивать здесь заодно перекручивать гидравлики шланги поменял угольник вот этот поменял сейчас так видно что это он туда проходит никак уже не заденет вот тут просто уже почти до потолка этот руках поменял место метр двадцать поставил метровый и 2 поменял поставил без замедлителя этого он в одну сторону хорошо дуется ну прям свободно а в обратную сторону там отверстие на 2 миллиметра и на ковш его ставить не надо но мне многие писали вот комментариях че у тебя ковш так быстро двигается я решил поставить в итоге это очень плохо лучше пускай он будет быстро его когда замедлитель стоит даже потрясти нельзя чтоб все с него сыпалась а так без замедлителя и потрясти можно и нормально работать не знаю кто там писал что быстро ручки я тоже поменял в общем под правую руку надо это как на ковш было вот ковш опускается вот это уже на стрелу вот она то что через замедлитель идет вот там слышно как перепускается все вот до конца вот то что тут вот шланги вот так торчат ну можно конечно сделать две трубки но тут все равно эти шланги будут выходить сюда им же тоже надо это длину и здесь а здесь надо будет много не знаю очень плюс это несколько швов лишних я так думаю что они так не мешаются просто эстетики нету как бы и все думал сами шланги к этому привязать ну или прикрутить но это будет как раз переломываться в этом месте но тоже думаю лишнее здесь она вам какими большими дугами ходят и долго будет служить а там я думаю не очень в общем с гидравлика я тоже разобрался сейчас надо испытывать его а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok съездил и уже рука сама ищет рычаг так что это все нормально и под правую руку не получится сделать так как здесь все занято тут аккумулятор стоит никуда мне тут если тягу проводить я аккумулятор вообще не вытащу ну и под левую руку тоже нормально ну на этом это видео я закончу в общем все какие недостатки были я устранил ну и так же вроде как испытал я у себя еще там почистил ну там правда слежавшийся снег там тропинка была ее никто не чистил а просто утапывал я ее счищал ну это тоже все нормально домой я приехал ну хотел добавить по поводу низкой рамы это удобнее или неудобнее ну явно это удобнее ехал сейчас ну до дома на пятой передаче наверное километров ну 30-то нету наверное но под 30 ну навигатор не включал не замерял скорость но по ощущениям быстро если газу еще даешь вообще быстро бежит и все нормально на предыдущих из-за высоты ну все равно они быстро не ездили во-первых и быстро едешь страшно то что высоко сидишь он если качается там маленько на кочках ну и страшновато и еще когда вот ну первый раз садишься ну вот они у меня я их три построил как бы это маленько там побудут у меня и продаются и к ним я привыкнуть не успеваю и вот когда по новой садишься ну наверх залазишь и по первости ну как бы страшно высоко сидишь кажется сейчас опорокинется ну конечно там минут через 10-20 уже привыкаешь уже ничего не боишься но по первости так а на этом сразу садишься ты сидишь низко и все хорошо и вот говорю на такой скорости я ехал то что ну не страшно как на обычном машине едешь ну вот это хотел добавить то что на низкой раме это ну удобнее ну а на этом точно все всем спасибо за просмотр до свидания 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 Продолжение следует...